Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте. Ну что хочу сказать? Поговорим, конечно же, о Ольге Быковой. Вы знаете, ребят, посмеялась от души и хочу с вами поделиться своими эмоциями. Очень, кстати, жаль, что Лёша удалил свой пост с Инстаграма, а Лёлик такой громкий и шикарный ролик со своим очередным плачем. Ребят, ну это что-то. Вот когда я видела этот ролик, там где Быкова вся с размазанной тушью по своему лицу, если это можно в этот момент было назвать лицом, у меня сразу сложилось впечатление, Лёля под чем-то, под мухой или всё-таки под марафетом, как нас посвятила твоя подруга и всем рассказала, что это такое. Но то, что в неадекватном состоянии, это факт. Ребята, легла эта женщина, мать-героиня, мама десятерых детей, мать детей, которые уже взрослые и подходят к совершеннолетию, голая, в ванну, лицо всё извозюкано. Но это, я повторюсь, тяжело назвать лицом. И вещает. Вещает о том, как ей бедной тяжело и как всё плохо. Первое, да, целыми днями Лёля снимает столько позитива, а потом это монтирует. И опять радуется, что столько позитива за день с ней произошло. Но люди не хотят это смотреть. Это так печально. Это так разрушает её психику. Кто вообще верит в её психику? Мне кажется, она у неё разрушена уже давным-давно, опять-таки, кем? Ютубом и хомяками. Потому что они, как никто, влияют на её психику. Сама Быкова говорит о том, что хорошие ролики не смотрят. Почему? Потому что хейтерам это неинтересно. Все прекрасно и здраво видят, какая она мать, какая она хозяйка, какая она жена, какой она фермер, какая она вообще женщина. Давным-давно всё раскусили. Смотреть на это просто неинтересно. Хейтеры, если не приходят на её канал, то это всё утопия. Хомячки сами не справляются. Им уже, по ходу, необходимо включать все устройства, которые есть в доме свободные, ставить автопроизведения и сутками прокручивать Быковой ролики, чтобы хоть как-то поддержать её психику. Ребята, если без стёба, то так это на самом деле и есть. Никто не верит ни в единый позитив Оли Быковой. Какой в жизни может быть позитив, если сама она говорит о том, что целый день снимает, а потом второй целый день монтирует. По факту она не делает ничего, она не занимается с детьми, она не готовит им, не ухаживает, не развивает. Всё это делается исключительно на камеру, как контент и не более того. И какие могут быть просмотры, если действительно очень много интересных познавательных каналов на Ютубе. Кто будет смотреть Быкову? Хейтеры смотрят, чтобы в очередной раз просто поржать, посмеяться с этой умалишённой полоумной. Каждого ребёнка это идеал, это вдохновение. Мы понимаем, что такое мама, это свято. И когда мама настолько пошло и разнузданно себя ведёт, ребята, это отвратительно. Когда деньги до такой степени не пахнут, что человек идёт уже на очередное любое дно, чтобы хоть как-то на этой теме хайпануть и притянуть к себе внимание. И когда эта роженица десятерых детей, якобы верующая в прошлом женщина, своими светит телесами, голым телом, это просто действительно за гранью добра и зла. И мне жаль её сыновей, которые на это смотрят. Мне жаль её дочь, которая точно так же смотрит. И в будущем, как любит Быкова говорить, наши дети нас видят. Вот именно, и берут с нас пример. Вот именно, Лёля, подумай о том, какой пример ты показываешь собственным детям. Это, вы знаете, ужасно. Это просто омерзительно. Я никогда не представляла, что зрелая женщина может себя так вести. А она уже зрелая, потому что столько детей должно добавить какой-то житейской мудрости. Но у Быковой, да, по-моему, кукухи вообще разлетелись и в стайку обратно слетаться. Ну, никак не хотят. Следующий момент, да, там, где Быкова сказала в этом же ролике, в своём голом, почему люди не хотят черпать позитива, наполняться им. Мне хочется сказать, Оль, не волнуйся, хомяки и черпают, и наполняются, и избавляются от всех своих депрессий, так как изначально нездоровы. Ни один адекватный человек, ребят, не может этим восхититься, не может это поддержать. Потому что, да, я считала, после примерки нижнего белья и душа мы уже видели всё, и родов, конечно, но по факту мы ещё не видели ничего. Я не знала, что женщина может опускаться на такое дно. Вы знаете, можно ожидать, что угодно на Ютубе, да, в плане контента от одиноких женщин, у кого нет семей, тем более такого количества детей. Но здесь мать, которая должна вести достойный образ жизни, своим примером показывать детям, как нужно жить, и как должна себя вести женщина, мать, будущая жена, мать детей, да, хранительница очага, разлагается просто на глазах. Я не знаю, кто ещё, какой умалишённый, может поверить в какую-то веру. Какой умалишённый может поверить в эту мать-героиню. Ребят, вы меня простите, когда она вообще находит время для своих детей. И опять-таки, когда Быкова кричит, что дети любят глазами, запоминают нас, вернее, глазами, учатся с нас глазами. Вот именно, Оля, подумай, что ты показываешь своим детям. Твой сын офицер. И это действительно позор иметь такую мать. Вы представляете, ребят, если кто-то в его вузе увидит в таком состоянии его маму. Это, представляете, какой позор. Это ты идёшь, а тебе все смеются в спину от такого вообще пробитого дна. Ну и следующий момент, конечно же, это опять-таки по поводу того, что дети копируют модель поведения своих родителей. Это Лёша. И для тех, кто утверждает, что я не имею права говорить, я скажу, я имею полное право говорить, потому что это взрослые дети. Это не дети. Это уже молодёжь, которые совершают каждое своё действие осознанно. То есть это не дети, которые сделал, не подумал. Ну и как бы ты понимаешь, что это ребёнок. Он не несёт ответственности за свои действия. То как раз опять-таки Лёша уже несёт хорошо ответственность за свои действия. Ребята, мне девчонки скинули ссылку. Конечно, я перешла, посмотрела. И я была в тихом ужасе. Значит, пост Алексея. Печальные глаза Якова, который вот-вот начнёт плакать, эта фотография. И под ней написано, давайте поможем моей маме собрать на кухню, чтобы они могли быстрее вернуться домой. Это жутко. Это вообще я сидела просто прибитая. Думаю, вот действительно дети копируют модель поведения родителей. И если я не берусь судить о младших, и не берусь судить о Феде, потому что всё-таки он выбрал себе военную карьеру, я так думаю, хочет вырваться от этой семейки, как из, не знаю, фильмов ужасов, от Адамса, просто откреститься, то в случае с Женей и Лёшей я не удивлюсь, если они будут действительно повторять и копировать модель поведения родителей. Скажите, пожалуйста, у кого из ваших детей, особенно хомяки, к вам обращаюсь, ваш сын или дочь 15-16 лет выйдет на просторы Инстаграма и будет просить денег для того, чтобы быстрее завершить ремонт в кухне. Заметьте, это, да, не стоит вопрос какой-то жизненной ситуации, там, погорельцы, я не знаю, потоп, наводнения, какие-то глобальные катаклизмы, да, что вот ты остался на улице. Это здесь просто мамина хотелочка. Мама заплатила за дизайнера, мама заплатила за свет, сейчас в любом случае хомяков додует 100 тысяч, потом кухонька пойдёт, и всё будет в лучшем виде. И вот вдумайтесь, на это, на всё он просит. Подросток, у которого вообще отбиты какие-то все жизненные принципы. Я уверена, что никто бы из наших детей не смог повторить подобное. Выйти попросить себе на кухню. И не на кухню, да, потому что у тебя там был ветхий дом, он рухнул, а просто на очередной мамонт, грандиозный проект и хотелочку. И теперь я понимаю, да, что стоит ждать, чего стоит, вернее, ждать от Лёши. Точно так же, когда на его канале я увидела, что он уже спонсоров себе собирает, этим всё сказано. Ну, а понятно, вот эти моменты там с подписотой, когда он людей называл, кричал, я вам там толпу пригоню, если вы заплатите. Всё сразу становится ясно, кого растит Лёлик. Растит себе подобного. И Лёша в дальнейшем, это 100% Лёля Быкова. Один в один, слизанные друг с друга. Потому что, согласитесь, это аморально, это мерзко, это низко и противно. И вот на лицо вам всё её воспитание. И для тех, кто хомячки из вас там аплодируют в ладоши и кричит у неё сын на военной кафедре, простите, это не благодаря ей, это выбор ребёнка. И, кстати, Федю она не растила. Федя занимался кадетский корпус, поэтому он разительно отличается от остальных Быковой детей, старших. Посмотрим, что будет с Женей. И Женя уже, кстати, показывает серьёзные провокации для зрителей. Именно для того, чтобы словить хайп на собственных роликах. Ей плевать, негатив это, позитив, как бы её не обливали говном. Деньги не пахнут. И для семьи Быковых в прямом и переносном смысле этого слова. Точно так же, как и Лёша. И опять-таки, вместо того, чтобы сейчас по максимуму вкладывать собственных детей в их развитие, в их дальнейшее будущее, в какие-то жизненные перспективы, в образовании. Быкова растит таких же потребителей и эгоистов, какими она сама в первую очередь и является. Потому что Быкова это действительно потребитель и эгоист. Она считает нормой выходить к людям, постоянно просить и озвучивать все свои хотелочки. Она ничего не стыдится. Она не стыдится попросить у людей рубль. Да какой рубль? Она не стыдится копейку попросить. Хомяки, а теперь давайте ставьте себя на место Быкова. Я хочу увидеть, как вы подойдёте к кому-то. Особенно желательно выйти на 600-тысячную аудиторию, ну на какой-нибудь стадион, например, и сказать, люди, скиньтесь мне по копейке. Каково вам? Вам не стыдно будет? А я думаю, будет стыдно. И вот в этот момент мне хочется спросить, кого вы защищаете? За какую идею вы борете? За какую-то многодетную мать? Это не многодетная мать. Это уже такая матёрая, прохаванная, продуманная, ну я не знаю, существо. Она потеряла человеческий облик. Я даже не уверена, что когда-то она была этим человеком. Она до такой степени разложилась вот именно вот этими халявными деньгами, вот этими бесконечными хотелками. И поверьте, вас ещё столько будут доить, даже не доить, иметь. Просто иметь в прямом и переносном смысле слова. И не остановится она. И дети её будут стопроцентным подобием. Я не берусь говорить за младших. Я очень надеюсь, что это будут совершенно другие дети. Но сейчас, глядя на Лёшу и глядя на его пост, я ужаснулась. Когда парень просит маме на кухню, то есть думайте, уже какая психологическая нагрузка, какое давление выставить маленького плачущего ребёнка, который скучает. Да, вот его посадили. Знаете, в этот момент, когда я смотрела, как он общается со своими братиками и сестричками, он и Матрона, вот у меня было ощущение, да, деток-сирот, которых вот посадили, да, с окошка. Они смотрят и не могут добраться к своей семье, да, в привычную для себя обстановку, к своим братикам, к своим сестричкам. Я уверена, что за Быковой они не скучают, потому что это не та мать, за которой можно скучать, но они скучают за своим гнездом. И это было жутко наблюдать. А ещё больший шок у меня поверх реакция Быковой, когда она просто с хихихаха спокойно на это отреагировала. И вот вдумайтесь, какая здесь проделана манипуляция 16-летним мальчиком. Как всё было хитро продумано. Фотография плачущего Иакова, да, разжалобить людей, вызвать грусть, тоску, печаль, сожаление, сочувствие, надавить, да, на всё вот хорошее, что у нас заложено, качество. И написать, помогите собрать маму, маме на кухню. Я была в шоке, я была просто ошарашена. Я вам скажу больше, меня это шокировало даже больше, чем его состояние, да, в своё время в Москве не совсем адекватное, фраза подписота. Это меня шокировало ещё больше, с каким цинизмом подросток на это пошёл, с каким цинизмом он это сделал. Ему было плевать о том, что он эксплуатирует в данный момент, да, состояние слёз своего младшего брата. Он зарабатывает на брате. Никто из них, ни Лёля, ни её старшие дети, не брезгуют этими деньгами. Они готовы зарабатывать на чём угодно, лишь бы зарабатывать, лишь бы лохи продолжали слать им свои кровные. Пенсионерки сидят, умиляются и думают, да, я работающая пенсионерка, как же я могу не помочь многодетной маме? Она так нуждается. Мне хочется сказать, лохи, вот бы вы так нуждались, как нуждается Быкова. И не было бы у нас бедности, и не было бы у нас нищеты, и не перебивались бы наши пенсионеры с хлеба на воду, если бы вы все так жили плохо, как живёт эта многодетная аферистка. Ну, ребят, на сегодня я всё сказала, конечно же, продолжение следует. Ну, а пока прощаюсь со всеми, пока, до новых встреч!